Друзья, приветствую вас! Разбираем акции по вашим заявкам. Вот вопрос по новотеку был. Почему сегодня такое движение? Вроде как по акции «Позитивная новость» с частью увеличения веса, а она так шибко валилась. Ну, смотрите, во-первых, она ключевой уровень, один из своих сильных уровней поддержки – 1250. Пока еще не пробила и не закрепилась там. То есть это первый положительный момент. И почему вот эта ситуация возникла? Вот есть такая новость о том, что Михельсону отказали в выделении финансирования и льгот на проект «Северный морской путь». Там есть ряд политических моментов. Вот здесь в этой статье подробно это описано, соответствующего канала. Но что из этого следует? Я думаю, что вот это снижение, оно, скорее всего, в данной ситуации было связано с этой новостью. Эта новость, она временная. То есть в следующем году все равно эти льготы на «Северный морской путь» будут выделены. Потому что этот проект очень важен для России, он позволяет экспортировать жиженый газ из северных регионов. И поэтому, так или иначе, все равно будут этим заниматься. И вот конкретно эта новость, навряд ли она послужит в дальнейшем каким-то негативным драйвером для акций компании. Тут гораздо более существенный момент – это цены на газ, раз. И второе, все-таки компания, она достаточно дорого стоит по мультипликаторам. Вот она, ну, достаточно дорогая в сравнении с другими компаниями нефтегазового сектора. И вообще, как бы ее разогнали очень прилично. И с моей точки зрения, здесь вот кроется главный риск этой компании. Это то, что она очень дорого стоит. Но, тем не менее, все равно для каких-то краткосрочных операций в ней все-таки возможности, на мой взгляд, могут быть. Так, ну давайте вот вернемся в месячный график новотека. То есть сегодня вот такое мощное движение вниз было. Но на самом деле он уже вниз какое-то время корректируется. Вот недельный график, то есть он достиг верхней границы, ну или двойная вершина, это можно так назвать. Или верхняя граница консолидационного диапазона. И, соответственно, он от нее отскочил и пошел вниз. Вот. И он фактически пробил вот здесь область, где большие объемы проходили. Но вот сильный уровень здесь у нее есть, я вижу, он находится где-то 1250 плюс-минус. Вот, соответственно, до него даже не дошли. Она сегодня остановилась на 1256. 1256,2. То есть она даже до этого уровня сильного не дошла. Поэтому, с моей точки зрения, бумага, она еще не пробила тот уровень, когда можно сказать, что она уйдет вниз. Вот сюда, вот у нее здесь следующее место, где она долго торговалась. Она может вот здесь еще задержаться на 1190. Но, скорее всего, здесь, поскольку проторговка была не очень большой, вот, и там ряд других обстоятельств, она здесь, если даже и остановится, то остановится только для того, чтобы отскочить наверх. Вот сюда вернуться в диапазон, вот этот, который начинает с 1270 и заканчивается 1380. Вот, а в том случае, если она здесь на повышенных объемах пройдет, она улетит вот сюда, вот в этот диапазон 1128-1070. Вот, что касается текущей ситуации. Здесь у нас, если мы опираемся на график, на технический анализ, на недельном графике она пришла в такую область, где она может развернуться и пойти к верхней границе вот этого консолидационного диапазона. Опять же, повторюсь, я вот в этой акции на текущий момент не вижу потенциала большого для роста выше вот этих значений. Но максимум 1500. То есть, если там какой-то фундаментал по ней появится, глобальный, на чем она может расти, тогда надо будет это еще раз брать, обдумывать и пересматривать. Но пока на текущий момент времени, вот отсюда у нее видится движение только либо на 1380, либо максимум 1500. Но опять же, здесь какой-то фундаментал должен возникнуть или какие-то новости. То есть, в плане какого-то долгосрочного роста, я считаю, акция этой компании на текущий момент времени, она ограничена. То есть, потенциал у нее небольшой. Единственное, для чего ее можно рассматривать, это какая-то короткая спекуляция. Ну, даже не внутридневная, может быть, там на несколько дней или недель. Я бы ее, во всяком случае, рассматривал. Если бы у меня был к ней пристальный интерес, я ее хотел бы купить. Это приобретение, допустим, где-то здесь, если будет разворотная формация в ближайшие дни. Разворотная формация, это может быть свеча, это может быть консолидация, то есть проторговка. Хотя бы на часовом или четырехчасовом графике. И, соответственно, цель движения отсюда, вот отсюда, это 1380. 1380, ну, 1380, чтобы в дебри не лезть. 1275, 1380. Вот, и, соответственно, здесь наиболее логичен стоп, это 1250, 1245. Потому что, скорее всего, пробитие вот этих значений 1240, 1250 или 1245, 1250 приведет акцию вот к этому минимуму, его тестированию. И, соответственно, здесь, если будет падение объема, она, скорее всего, отрикошетит назад вот в этот консолидационный диапазон. А если такого не будет, если объем у нас отрасти, она вниз улетит. Вот, поэтому, с моей точки зрения, эта акция, она сейчас представляет интерес только вот для ловли вот этого движения. Для ловли вот этого движения или в случае нарастания негатива, соответственно, для шорта. Но, опять же, с моей точки зрения, шорт – это операция, которая внутридневная. То есть открывать шорт и держать его, мне кажется, это достаточно рискованно. И даже если это и делать, лучше это делать через фьючерс, потому что там не платится никакой процент за кредитование. Вот. Но ближайшая идея – это только отскок к верхней границе диапазона. Так, и вот на фоне разрешения вот этой новости с финансированием Северного морского пути, когда как бы к этому будет подходить, и если мы увидим набор позиций и движений в акции, то ее могут, конечно, разогнать. То есть она-то действительно может и на 1500 сходить, и выше. Но пока для таких выводов никаких предпосылок нет. Так, что касается четырехчасового графика, здесь видно, что она пытается развернуться. То есть вот приход к сильному уровню и разворотные формации она начала рисовать. Вот. И поэтому, если не будет никакого негатива на рынках и по этой компании, то в ближайшие дни вполне можем увидеть отскок. Соответственно, первая цель движения – 1287. И следующая цель – это 1310. Вот сюда вот. Ну, а дальше там по ситуации. Опять же, надо помнить, что пробой 1250-1245 на растущем объеме, скорее всего, приведет акцию к движению вниз. Вот. Поэтому здесь, скажем так, спекулятивная картина, она достаточно короткая у этой компании. То есть только в случае возникновения каких-то новостей относительно ее проектов, расширения, тогда можно будет говорить о том, что она будет расти. А пока только вот такой коротенький отскок я вижу. Ну и, соответственно, если этот отскок захотеть взять, надо помнить о стопах. Так, друзья, следующая компания – это Лукоил. Мы его как-то забыли в последнее время. Это месячный график. Прошу прощения, недельный. На что здесь хотел обратить внимание. Вот здесь вот нарисовалась такая вот формация округлая, у которой цель движения на 7000. Но вот она нарисовалась, и он здесь дальше начал проторговываться на границе этой формации. И вот он здесь торгуется. Есть вероятность того, что он пробьет 6200 и уйдет на 7000-7200 отсюда. Вот завершение вот этой фигуры – это где-то 77200. Однако такой момент никак не происходит. Вот, касательно действий крупных игроков. Сегодня во второй половине здесь контенса нет. То есть выявить, какой тренд, кто побеждал, я не могу однозначно сказать. То есть, ну, есть небольшой перевес продавцов. Но сказать, что они как бы определили его движение на завтрашнее утро, я не могу. Так, дневка. Вот дневочка у нас рисует то, что все-таки возможно какое-то корректирующее движение. И это корректирующее движение, оно возможно вот сюда вот. 5840. Вот. Но если он здесь удержится, если он 5800 не пробьет на растущих объемах, то, соответственно, вот этот диапазон у него сохранится. И с этого диапазона он будет пытаться уйти вверх, пробить 6200-6250 на растущих объемах и сходить на 7000. Вот. Но пока нефть на достаточно высоких значениях и Америка на хаях, потенциал такого движения сохраняется у этой бумаги. Вот. Так, давайте 4-х часовик посмотрим. Так, с 4-х часовика. Так. Так, так, так. 4-х часовик определенной информации не сообщает. Так, давайте часовик взглянем. Что у нас по часовику-то? Так, ну а по часовику получается он сейчас пришел на достаточно сильно проторгованный уровень 6065. И он сейчас отсюда должен отражаться вверх и идти вот куда-то сюда. Либо на 6114, или же тестировать вот эту верхнюю границу 6146. Поэтому завтра посмотрим, какая будет ситуация, что Америка закрыта по большей части. Там тонкий лед из-за этого возникает. Ликвидности меньше. Вот. Соответственно, надо наблюдать за Китаем. Как отторгуется Китай. Что будет с ценами на нефть с утра и в течение дня. И какие новости будут по нефти выходить, по опеку, по Сауди Арамка и по самому Лукоилу. В целом компания у нее достаточно, скажем так, позитивная дивидендная политика. То есть они ориентированы на выплату хороших дивидендов. Компания сейчас, ну даже в последнее время и на текущий момент, выделяет достаточно большие средства на байбэк. Это увеличивает капитализацию. Не капитализацию, прошу прощения, стоимость акции это увеличивает. Вот. Капитализация она остается. И, соответственно, то есть это для котировок акций, это достаточно существенный позитив. Вот. А также постоянные слухи, которые муссируются о том, что какая-то госкомпания вроде как планирует выкупить большой пакет акций этой компании. Но для того, чтобы хорошо продать, нужно цену взвинтить и на хаях ее реализовать. Потому что одна из лучших нефтяных компаний в мире, в нашей стране. В нашей стране можно даже сказать лучшее, наверное. Вот. Так что по часовику здесь более вероятен отскок вот сюда вот. На вот эти вот значения 6100 и 6150. Вот. Но посмотрим, как будет с утра развиваться событие. Если он, исходя из часовика, не уйдет ниже вот этого значения, 6050, и здесь не закрепится, то достаточно высока вероятность отскока и движения. Ну, минимум на 6100 и, как вариант, на 6050. Но если будет негатив по Китаю, негатив по нефти, если наш рынок будет проседать из-за того, что Америка закрыта, то, соответственно, первая цель у нас рисуется, это 6050. И дальше 6050, потом 6025. Вот здесь может быть отскок. И, соответственно, следующая цель – это 6000 рублей за акцию. Вот. Такое мое видение по Лукойлу. Так, друзья, следующая бумага – это Татнефтьобычка. Вот это месячный график. Хотел обратить внимание, что крупные игроки во второй половине дня распродавали эту бумагу в среду. Вот. И из-за этого возникает давление, которое, скорее всего, будет наблюдаться на открытии в четверг. Так, вот месячный график. Но здесь из месячного графика вполне можно четко увидеть, что бумага диапазонная. То есть она вот в этом диапазоне ходит от 804 до 670. Вот здесь у нее наиболее вероятное движение. Вот. То есть, ну, хорошая дивидендная бумага. Устойчиво двигается, по крайней мере, там уже в течение года. Давайте недельку посмотрим. Так, ну, из недельки здесь что можно сказать? Вот она здесь отразилась от некоего локального уровня 802. И если не будет каких-то позитивных новостей и роста цен на нефть, то, скорее всего, у нее цель движения будет вот сюда, на 700, 698. Вот. И если бумага пробивает вот этот уровень, 640, 640, 645 на растущих объемах, то в этой ситуации она пойдет сначала вот в этот диапазон, 603, 545. Если она не удержится здесь, то у нее цель движения будет... Следующая цель – это 494, 462. Ну, цифры эти вот ориентировочные, потому что график недельный, если дневной поставить, они немножко будут отличаться. Там у кого-то вопрос по поводу точности возникал, что да, тут есть некоторая погрешность. Так. Ну, я вот вижу, исходя из недельного графика, более вероятно сейчас движение вниз вот сюда, к нижней границе. Кроме там тех случаев, когда начнется... Рост по нефти очень существенно, начнется от 8 на 71. В этой ситуации вот это движение, которое оно уже зародилось, оно будет сломано, и акция, она пойдет сначала на 800 тестировать, потом на 847. Соответственно, здесь либо отразится, если объем будет падать, или если пробьет, то, соответственно, пойдет исторический максимум обновлять. Я думаю, вероятность такого сценария невелика. Скорее будет движение вот сюда вот, и здесь она либо начнет проторговываться и потом отскакивать к верхней границе, или если будет развиваться негатив на рынке, нефть будет падать, то она пойдет дальше сюда, в нижнюю проторговку. Так, дневной график... Дневной график говорит, что она, в общем-то, падать уже может прекратить. Падать она может прекратить, и в этом случае цель движения у нее будет на 780. Но такое, конечно, возможно, если нефть будет расти, она вполне вероятна. Но для этого надо, чтобы нефть, ну, хотя бы на 65 сходила, 66. Вот, а так у нее вот здесь вот движение происходит, которое не закончилось. Окончание этого движения на 705. То есть, чтобы она начала расти по-хорошему, она должна сначала сходить сюда, и уже отсюда, после того, как она проторгуется, наберется и не пойдет вниз пробивать нижний уровень, она будет отскакивать и возвращаться вот в этот ценовой диапазон и к 800. Так, это дневной. Давайте четырехчасовой посмотрим. Так, четырехчасовой график. Что у нас здесь получается? Так, четырехчасовой график указывает на то, что здесь вероятен разворот и отскок. Первая цель 762, и дальше следующая цель это 770. Вот, но опять же, это, скорее всего, будет, если начнет расти цена на нефть. Если она начнет расти, то да, мы увидим отсюда отскок, потому что на четырехчасовом таймфрейме здесь уже разворотная формация и движение вверх прочерчено. Ну, и часовой график, он также указывает на то, что здесь, скорее всего, формируется отскок. Первая цель 761, и потом 770-765. Так что здесь завязка на нефть. Куда нефть, туда и бумага. Но, судя по часовому графику, здесь, как бы, больше вероятность для того, чтобы произошел отскок и движение наверх. Вот хотя бы к этому диапазону 765-774. Вот, но крупняк распродавал во второй половине дня, поэтому, возможно, с утра будет, ну, какой-то заход чуть-чуть вниз, там, допустим, на 740 или 735, и потом, если по Китаю будет плюс, и нефть с ростом будет торговаться, то, соответственно, ее, скорее всего, локально в рамках, там, одного-двух дней отправят вот сюда вот отрабатывать эти уровни. Если будет негатив по нефти и по Китаю, то тогда сначала пойдем вот это тестить 740, и потом будет пробой вниз и уход. Это-то от нефти обычка. Так, друзья, это-то от нефти при ФИ. Ну, у нее график, в общем-то, в чем-то схож с обычкой. Единственное здесь какое отличие, она вот последний месяц штурмовала исторические ХАИ. Кое она, собственно говоря, и достигла, и пробила, и сейчас она начинает корректироваться. Так, это месячный график. По месячному графику она вот находится в диапазоне торговли 620-670. То есть вот здесь у нее наибольшая плотность распределения торгов. Вот, и, соответственно, если она выскальзывает из этого диапазона, если она пробивает 610-610-610-6105 на растущих объемах, то ее отсюда должно увезти куда-то вот сюда вот. 550-520. Вот в этот диапазон. Так, это месячный график. Давайте недельный взглянем. Ну вот, недельный график. Получается, исторический ХАИ обновили. Вопрос, что дальше. Так, дневной график. Дневной график нарисовал разворотную формацию. Причем здесь по классике жанра. Растущий тренд. Выход большого объема. И, соответственно, волчок. Вот, здесь достаточно высокая вероятность разворота. И движение первое сначала на 673. Вот, и потом на 655. Однако бумага, она дивидендная. Она представляет достаточно широкий интерес для западных инвесторов, для российских инвесторов. Вот, поэтому, конечно, ее могут, в принципе, попытаться вытягивать. Но, хотел обратить ваше внимание. Сегодня эту бумагу крупные игроки во второй половине дня очень бурно распродавали. То есть она просто с треском улетала. Вот, и когда обычно такой ураган происходит, то это ни к чему хорошему в плане роста актива не приводит. Так, но дневной график здесь указывает на то, что должно быть корректирующее движение. Первая цель 670. И следующая цель это 655. Вот, если здесь, соответственно, не останавливается, то уходит на 630. Так, давайте четырехчасовик взглянем. Так, четырехчасовик у нас, четырехчасовик. Да, здесь вот пошел уже набор позиций на вершине. Точнее, проторговка. Соответственно, вот здесь вот раздача произошла, выбила. Вот, и такая формация, она, ну, по крайней мере, какой-то локальной коррекции она уж точно должна привести. Вот сюда вот откат на 670. 668, 671, он просто необходим. Вот, поэтому я думаю, если не будет продолжения роста нефти, то, скорее всего, бумажку ее вот куда-то сюда как минимум свозят. А дальше надо будет смотреть цены на нефть. Если цены на нефть будут расти, то с учетом того, что бумага, она дивидендная, представляет большой интерес, с учетом падения сейчас доходности, вот, то, скорее всего, ее здесь будут откупать и потом снова штурмовать. Вот это вот значение и на перехай. Но это в том случае, если позитив по нефти продолжится, и Америка будет держаться на хаях. То есть, если начнется корректирующее движение, конечно, бумажку ее либо здесь оставят, либо потянут в предыдущую область проторговки. Это вот сюда вот 660, 650. Вот, так что я думаю, завтра наиболее вероятный сценарий, если не будет роста по нефти сильного, скорее всего, бумагу ее сначала вот куда-то сюда вот свозят. Вот, потом, если цена на нефть не начнет расти, то, скорее всего, следующая цель движения – это вот сюда 671, 668. Ну, ориентируешься вот в эту область, в этот диапазон. Вот. Ну, а если рост цен на нефть продолжится, то, соответственно, мы можем увидеть по ней обновление вот этих максимумов. Но смотрите, здесь вот такие объемы прошли в конце, что я думаю, здесь по-любому какое-то корректирующее движение и откат куда-то сюда, они просто необходимы. Вот у меня такое ощущение, мое субъективное. Ну, посмотрим, как это завтра на практике будет реализовано.